ЗВОНОК В ДВЕРЬ Руководство одного из кафе накажут рублем и специалисты расскажут о правах детей. Об этом не только прямо сейчас. Студия Лсу Юматова. Доброе утро. Сотрудники госалкогольной инспекции наведались в одно из кафе города. Оно вызвало интерес у специалистов после анонимного сообщения о том, что алкоголь в заведении продается без лицензии. Во время проведенной контрольной закупки факт нарушения подтвердился. В это же время в кафе присутствовали участковый и сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Что за это правонарушение грозит хозяевам кафе, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. К 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за 3 секунды. Сегодня самое время бросить эту вредную привычку. Во всем мире отмечают Международный день отказа от курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Цель Международного дня отказа от курения способствует снижению распространенности табачной зависимости. Завтра в Нижнекамске пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. В общественной приемной пройдет бесплатная консультация специально для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и для тех, кто хочет принять в семью приемного ребенка. Прием пройдет с 9 утра до 12 дня по адресу студенческая 9. Ведь в нем примут участие начальники управлений, ОВД, службы судебных приставов, соцзащиты и управления образованием, а также отделы опеки. В столице Татарстана состоялась республиканская дерби хоккейной молодежной лиги. У себя дома Казанский Ирбис принимал Нижнекамский реактор. На забитые шайбы команды поскупились. Долгое время счет на табло оставался неизменным. Лишь на 16-й минуты игры Игорь Угольников с передачи Рафаэля Бекмулина вывел реактор вперед. Несмотря на все старания, во втором периоде отыграться хозяевам так и не удалось, как и в заключительной 20-ти минутке. Окончательный счет матча 2-0 в пользу реактора. О погоде за окном морозной минус 8, переменная облачность. Через два часа очередной выпуск новостей мы расскажем. Челнинцы похитили жительницу Комполян и дальнобойщики Нижнекамска намерены писать петицию. Напоминаю, связаться с нами можно по телефону 40 07 70 или 41 13 13. Также пишите нам на сайт ntrtv.ru. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся на канале НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова